Привет, друзья! Я Александр Беляк. Рад вас приветствовать на своем канале. Мы продолжаем читать книгу Псалтырь. Сегодня у нас 77-й Псалом. Хочу напомнить, что мы не просто получаем знания, когда читаем Библию, но мы ожидаем получить Божью силу для жизни, Божью благодать. А это зависит от того, с каким настроением сердца мы приходим. Если мы приходим в присутствие Божье и располагаем наше сердце для того, чтобы слышать голос Божий, тогда Бог действует в наших жизнях. Если же мы приходим наспех просто сделать какую-то религиозную повинность, то пользы от этого будет, конечно же, намного меньше, если вообще хоть какая-то польза будет. Поэтому давайте расположим наши сердца для того, чтобы слушать, что Бог будет нам говорить. Слово же Божье – это тот инструмент, посредством которого Бог обращается к нам. Если вы не подписались на мой канал, сделайте это прямо сейчас. И давайте вместе будем читать, размышлять, оставляйте комментарии под видео. Также обязательно применяйте Слово Божье в вашей жизни и передавайте его другим людям. Некоторые считают, что этот Псалом был написан для того, чтобы напомнить Израилю о том, почему так много Божьих наказаний обрушивалось на него на протяжении всей истории. Другая точка зрения говорит о том, что целью написания Псалма могло быть наставление для детей о том, каким милостивым был Бог в прошлом, несмотря на сопротивление и неблагодарность их предков. Ведь если дети хорошо усвоят богословские толкования истории их народа, то есть надежда, что они не будут подобны их отцам. В этом учении, а именно так озаглавлен этот Псалом, в виде песни изложена история израильского народа. И по всей видимости, это хорошая форма для того, чтобы легче запомнить преподанные уроки и передать их дальше. Итак, Асаф обращает внимание народа на важность нравственно-религиозных наставлений, основанных на прошлой истории, от которых, безусловно, зависит благополучие народа из рода в род. И он говорит об этом в форме притчей или по-другому в форме кратких изречений. На мой взгляд, одна из самых важных идей этого Псалма записана в пятом стихе. Он поставил уставу Виакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Научение детей наших принципам благочестия и наставления Слова Божьего не является чем-то необязательным. Это заповедь, которую Бог дал своему народу. Когда мы изучаем уже Новый Завет, то мы можем увидеть это еще шире. Речь идет не только о наших физических детях, но и о духовных учениках. Помните, как апостол Павел наставлял своего духовного сына Тимофея, который уже был пастором в церкви? И я прочитаю 2-е послание Тимофея, 2-ю главу, 1-2 стихи. «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Все начинается с наших личных отношений с Богом. «Укрепляйся, Сын мой, в благодати Иисусом Христом, потому что божественную благодать мы получаем только через веру в Иисуса Христа, но дальше не останавливайся на том, что ты, Тимофей, получил благодать, но передавай и находи верных людей, которые также будут еще дальше передавать эту евангельскую весть». Бог хочет, чтобы Евангелие передавалось не через какие-то программы, а через ученичество. Только представьте, как изменился бы мир, если бы все христиане начали передавать Слово Божье и делать учеников Иисуса Христа, о чем, собственно, мы и читаем в последнем наставлении Иисуса, записанном в Евангелии от Матфея, 28 главе. «Идите, научите все народы». Или другой перевод говорит «Идите, сделайте моими учениками все народы». В общем, сегодня церкви следует уделить особое внимание этому псалму, чтобы сделать библейские стандарты и библейский опыт основой своей практики. В противном случае современные верующие, которые не извлекут пользу из негативного опыта Божьего народа Ветхого Завета, могут также оказаться неверными перед Богом своим духом. Надеюсь, еще больше вы получите благодати, когда будете непосредственно читать этот псалом. Не забывайте оставлять ваши комментарии под видео. С вами был я, Александр Беляк. И я желаю, чтобы Божья благодать умножалась в вашей жизни каждый день.